Здравствуйте, друзья! Молодой человек, Ахмед, 19 лет, из города Баку, что в Азербайджане, учится на экономическом факультете. И он, как бы, такой убежденный что ли, экономист, бухгалтер, я не уверен там в градациях, которые его интересуют, у него папа бухгалтер, его вся семья в этом поддерживает, и я как, ну, не потомственный, но у меня дедушка был бухгалтером, он был главным бухгалтером на шахте в Янакево, он был главным бухгалтером в Подмосковье, там, на громадном военном заводе и так далее. То есть я видел, как бы, судьбы вот эти, это очень уважаемые люди, то есть когда вы по-серьезному в финансах разбираетесь, это абсолютно, как бы, состоявшая, что ли, такая судьба, это уважаемые люди и так далее. Но тут вопрос вот какой. Молодой человек интересуется эмиграцией в Соединенные Штаты, и я, честно сказать, когда 19-летние чем-то интересуются, у меня внутренне всегда вопрос возникает, а насколько серьезно это увлечение, потому что, ну, как бы, понятно, что по молодости мы перебираем много разных вариантов в своей жизни, а остается потом меньше, когда время проходит, поэтому, ну, будем считать, как бы, для цели разговора, что он не просто так хочет, а действительно это вопрос такой, может, это энергетика у него такая, знаете, что вот он спит и видит. Я знаю людей, которые вот как родились, так хотели эмигрировать. То есть, во-первых, говорят так. И он говорит, вот вы занимаетесь там компьютерными делами, я это понимаю, но все-таки, может быть, и по экономике можно состояться в Соединенных Штатах. Я вам хочу сказать, что так, как можно состояться по экономике в Соединенных Штатах, мало где можно состояться по экономике, но просто это вопрос уровня. Понимаете, и если человек эмигрирует на профессиональной основе, то, конечно, гораздо проще, когда он это делает, ну, не обязательно в компьютерных технологиях, но вот то, что называется science, математика, физика, химия, там, инженерия самого разного рода, вот это то, чего сегодня в Америке не хватает, это облегченный путь. Но рабочая виза дается под, в принципе, любую профессию, требующую высшего образования. Это не вопрос того, что профессия должна быть именно востребована. Должно быть такое положение, когда есть компания, которая хочет тебя взять на работу по этой профессии, вот и все. Поэтому, если вы классный экономист, это может быть ничуть не хуже, чем, допустим, посредственный программист, понимаете, такого плана. То есть это очень даже возможно. Я больше скажу, когда я начал читать этот вопрос, я вспомнил статью одну, которую я читал, по поводу того, что вот странным образом, таким, ну, как бы не очень объяснимым, но среди лауреатов Нобелевской премии по экономике, необычно высокий процент выходцев из, ну, стран бывшего СССР, живущих в Америке, или там, скажем, с корнями в странах бывшего СССР. То есть какая-то есть вот такая, понимаете, среди американских экономистов, вот есть какая-то ниточка такая, которая связывает очень успешных американских экономистов с прошлым вот оттуда. Ну, так я просто показал такой вектор, я не хочу сказать, что там есть какая-то такая связь, которая напрямую относится к Ахмеду, но в целом. Значит, если мы будем этот план реализовывать, допустим, вот я бы, я не знаю, там, ну, в данном случае для Ахмеда, а я хотел сказать, что, допустим, какой-то очень близкий, дорогой мне человек, и говорит, Миша, вот, как мне это сделать? Я вот, как бы, максимум того, что я могу сделать, да, вот, как человек, который советует. Вот что бы я сказал Ахмеду? Я бы сказал ему так. Профессия хорошая. В Америке, безусловно, у тебя будет простор такой, какой нигде не будет и никогда в другом месте. Третье. Это не профессия, с которой легко эмигрировать. То есть, возможно, но нелегко. На профессиональной основе. Понимаешь, просто жениться, просто, допустим, там, грин-карту в лотерею выиграть. Относительно просто политическое убежище получить. Понимаешь, ну, вот, профессиональная эмиграция непростая. Непростая. Это время занимает, это занимает, это нужно быть уже определенного класса, это нужно, чтобы, там, несколько условий совпало одновременно. Я не хочу в эту сторону углубляться, кроме того, что это может измениться скоро. Но, учитывая, во-первых, что мы сейчас живем в таком мире, где можно работать и за границей, не обязательно эмигрировать, но, скажем, работать за границей. И, второе, я понимаю, что, живя в Азербайджане, Ахмед, естественным образом, тяготеет к тому, чтобы достаточно просто получить работу. В Турции, все-таки, это страна, ну, не прямо европейская, но близко, да, то есть, с точки зрения процессов, банков, там, финансов и так далее. Я не знаю, арабские страны, Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия. Так что, может быть, Иран, я не знаю, но я не думаю, что Иран это правильное место в данном конкретном контексте. Но вот, он может поработать в этих странах, он может работать прекрасно в международных организациях больших. С отделениями в самых разных странах. И, может быть, он попадет в Соединенные Штаты просто в результате того, что он работает в такой организации. Но, приобретя финансовый опыт мировой, такой, международного класса, так скажем, он гораздо проще попадет в Соединенные Штаты, у него возникнут контакты. Кроме того, опять, у меня мысль такая, я не знаю, насколько она продуктивна, но как направление, так сказать, мысли. Все-таки Азербайджан это нефтедобывающая страна. Соответственно, работая в структурах каких-то финансовых Азербайджана, связанных с нефтью, он вольно-невольно, значит, столкнется с людьми, работающими в нефтяных структурах самых разных стран, в том числе Соединенных Штатов. Поэтому, помимо перспективы перебраться когда-то в США, у него есть еще перспектива просто работать в международных организациях, особенно связанных с углеводородами и так далее. То есть, если полет такой есть, если замах такой есть, если крыло не подкачает, да, там, и взмахнем крыльями, главное, чтобы было чем взмахнуть. Понимаете, очень и очень светлый у парня перспективы, я считаю. И мне очень нравится, что он, вот, ему 19 лет, но он уже как бы такой фанат своей профессии. Знаете, это здорово. Я, например, в некотором смысле завидую, потому что я в свое время поступил в институт связи, просто потому что мне не хотелось служить в армии. Почему-то я, я сейчас, на самом деле, как бы по-другому бы рассуждал, но в то время мне не хотелось служить в армии, как-то вот это было предубеждение. И надо было поступать в институт. И, а я как еврей был крайне ограничен в том, куда можно поступить реально. Вот институт связи был реально одним там из там 4-5 институтов, куда можно было поступить беспрепятственно. И было возле дома 10 минут пешком. Вот я так стал связистом. Я потом полюбил профессию, я потом как-то пропитался этим всем. Понимаете, когда молодой, так легко все происходит. Но поначалу, вот когда мне было 19 лет, я вообще не понимал. Ну, то есть я понимал, как я оказался в этом институте, но я вообще не понимал, что за профессия, чего профессия. У меня не было папы связиста. Вот Светлана моя из Киева по той же причине была вынуждена уехать и поступать в Москве. Но у Светланы папа был связистом, у нее дядя был связистом, у нее мама инженер-электрик, но она вместе с папой писала книжки, учебники для техникумов связи и так далее. То есть они все были пропитаны. У нее сестра закончила институт связи. Понимаете, есть люди, выбор которых, вот он был предопределен, да, и они уже двигаются в этом русле. И я в некотором смысле был лишен вот этого. Я хотел быть математиком, и, ну, не получилось вот так, значит, как хотелось. Я даже не жалею, я не могу сказать, что сегодня, вот, глядя назад, я жалею об этом. Но когда я вижу, что молодой парень привержен какой-то профессии, и это семейные традиции и так далее, это дорогого стоит. Это очень дорогого стоит. Просто не подкачай, так, и палочку эстафетную по дороге не потеряй. И знамя высоко держи, понимаешь? То есть самым высоким стандартом себя измеряй. Самым высоким. И никогда себе не говори ни хуже других. Понимаете? И никогда себе не говори, сойдет и так. Вот это, если ты будешь высоким стандартом себя мерить, и на полную катушку себя отдавать, у тебя будет все. И всегда, и в любой стране. Поэтому, вот, такое бы я пожелание Ахмеду дал на будущее. И я бы очень хотел, чтобы у него все получилось. Так что, Ахмед, хочется сказать что-то по-изайбальжански, но я не умею. Ну, скажу по-русски, раз такое дело. В общем, не подкачай, давай, пусть у тебя все хорошо будет. Счастливо. Ахмед Понимаете? Какое положено?